Как вам? Мне кажется, я как-то бушлатер такой. Несла такие вот штанишки, но пока отложила эту покупку до Анталии. У нас же супер блюдо! Это просто огромная порция из кандер-кебаб. Леша себе уже выбрал. Такой вот он стильный. Ой, а вот я хочу вот это, Леша. Манго. Надо даже здесь попробовать. И здесь воняет просто капец. Мы вышли из этого ада. Всем большой-большой привет. Сегодня мы приехали в торговый центр. Один-единственный в Алании. Называется он отнимен на городу Аланию. Прогуляемся по нему, посмотрим, что там продают. Запишем для вас обзор. Давайте начинать! И вы только посмотрите, когда заходишь в сам торговый центр, и сразу, опа, и восточные сладости вкуснящие. Вкуснейшая пахтура. Я люблю вот такую. Вот такую. А вот это все такое вкусное. Огромная территория орехов, рахат лукума, всяких сушеных штук, халвы. Сюда мы еще вернемся, когда все обойдем и уже будем заканчивать. Здесь обязательно что-нибудь купим, какую-нибудь вкусняху. Нашла такие вот штанишки. Шуба из чебурашки. Ну, когда большая мне, сейчас посмотрю, поменьше на размер. Стоит она здесь две тысячи с чем-то сейчас на распродаже. И такие штанишки вообще полторы тысячи стоят, но это новая коллекция, не без распродажи. Беленькие прямо классно смотрятся. Все хорошо. Как вам? Маленький магазин. Называется он Mavi. Там есть и мужское, и женское. Сейчас, кстати, скидки начинаются. Вот она, чебурашкия шубейка. Ну, классненький. Хороший магазин, называется Mavi. Я нашла XS. Сейчас посмотрим. Правда, мы в объемном свитере не очень удобно. Как вам? Мне кажется, я какая-то бушлатер такого. Название этого магазинчика. Он есть еще и в Антальной, мы видели. И решили, что еще там посмотрим, потому что там ассортимент побольше. И распродажи там будут больше. К тому времени, когда мы там приедем. Поэтому пока ничего не купили. Но я уже приглядела себе две модельки. Может быть, все-таки я этот бушлатик чебурашечный куплю. И штанишки белые. Но пока отложила эту покупку до Анталии. Сейчас надо двигаться дальше, а то мы зависли в одном секторе очень долго уже. Вот смотрите, какая здесь лавка. С любимыми лежанными тарелочками. Под чипсики, под всякие орешки. Здесь можно, смотрите, даже разные сувениры еще купить. Говорят, ручная работа из керамики. Handmade, да. Красиво очень. Красиво. 350 рублей примерно получается на наши деньги. Говорит, если много возьмете, то будет скидка. Под соусы можно вот такие брать. Например, под суши. Соевый соус. Мы поехали на второй этаж. Первый мы весь прошли. Передвинулись на второй. Сразу же здесь идет магазин Бойнер. Ну, тут, получается, уже магазинные одежды. Сейчас зайдем вот в этот, например. Выглядит он симпатично. И одежда тут вроде ничего такая. А, Томми Хильфергер, да. Сейчас заглянем. Здесь говорят на английском и на русском. Тут продается косметика. И я так поняла, что некоторые марки, точнее, разные марки здесь от дорогих до подешевле. Да, симпатичный. И джемпер, смотри, какой красивый. Свитер. Надо померить. Давай. Так, Леша примерил на себя куртку. Это оказалось Кошарель. Или я не знаю, как правильно говорю. Я даю этикетку покажу. Вот это фирма. С 50% скидкой. Леша продолжает думать. Уже думал о штанах. Штаны нашли еще. Вот тут тоже со скидкой. USB-A. И вот куртка. Здесь я сделала с очками. Надо, наверное, померить. Маленькие мне. Купили мы здесь двое штанов для Алексея. Цены хорошие, приемлемые. Там разные марки. От дорогих до дешевых. Есть хороший выбор. И, кстати, детская обувь. Ну, в общем, классный магазин. Заходите. У нас небольшой перерыв. Дети проголодались. Требуют еды. Мы идем обедать. Поднимаемся на третий этаж. Фуд-зона здесь на третьем этаже. Также здесь есть игровая зона. Для детей. Я пойду туда. Небольшой фуд-корт. Сейчас мы подкрепимся. Найдем сейчас самую вкусную у них вот эту штуку, которую мы ели в этот раз. Вкусная, пахлова. Она как-то по-другому у них называется. Видимо, подвиды есть и также названия разные. Но для меня это все пахлова. И она вкусняцкая. Мы заказали вот эту штуку. Называется она Искайндер Кебаб. Взяли Леша и мне. Вот так выглядит фуд-корт на третьем этаже в торговом центре. Здесь небольшая, конечно, территория, но есть все необходимое. Ну и, конечно же, турецкая кухня в основном. Есть и пицца, и есть и сладости. Буфет здесь такой есть. Кстати, возьму, наверное, сейчас кофеек себе по-турецки. Вот даже есть Бургер Кинг. Зона для детей. Представляете, здесь стульчики, телевизоры. Дети у нас уже кушают. У них картошка, пицца, водичка. И сейчас мы еще мясо им дадим попробовать. У нас же супер блюдо. Это просто огромная порция Искандер Кебаб. И у меня такая же. Сегодня мы решили есть по полной. Давай, Леша, попробуй. Сверху мясо, внизу лаваш. А это как типа сливок, сметану. Именно сочетание этих трех продуктов дает потрясающий вкус. Классно. Ой, Леша, меня соблазнил на кофе, я пошла на кофе. Давай, раз ты мне предлагаешь сам. Вкусняхи тут. Еще одна лавка. И здесь разрешено вот на улице вон там курить. И здесь воняет просто капец. Фу, давай быстрее возьмем мне кофе и пойдем. А они с собой делают. Мы вышли из этого ада. Купили американо. Чуть ли не забыли заплатить. Нас остановили вовремя. На третьем этаже есть магазин в Айкике. Симпатичная, актуальная. Цветовая гамма приятная. Ну, сейчас посмотрим. И детский даже здесь есть отдел. Ну, давай, какие цены можно примерно назвать. Ну, давайте возьмем, возьмем, возьмем. Знаете, вот это пальто мне издалека приглянулось. Оно стоит со скидкой сейчас 179 лир. Ну, такое актуальное, я бы сказала. Ой, смотри, какие со снеговиками. Веселые. Стоит 35 лир. Есть это чебурашки тоже. Вот пуховичок. Стоит он сейчас 200 лир. Вот такой пройдемся по второму этажу. Здесь просто магазинчики с обувью. Здесь вот домашняя одежда. Есть детская одежда, магазин такой большой. Сейчас мы посмотрим что-нибудь для деток. Может быть, что-то найдем. Ну, такой на первый взгляд симпатичный, уютный. Есть обувь детская. Вышли уже из магазина, из детского. Ничего нам там не понравилось. Но можно посмотреть и что-то выбрать, если у вас есть какая-то цель. Есть здесь такой островок. Наушники. Все, что хочешь для телефонов. Селфи-палки. Держатель для телефонов. Лешон, как всегда, найдет что-то для нас полезное. И вот еще кусочек второго этажа. Здесь мужская фирма. Саша нам кричит, проходим, проходим, проходим. Он уже устал ждать, когда ему купят игрушку. Там мы купили в общем магазине. Там собраны все марки. А здесь вот конкретно эта фирма. Бижутерия. Куда рванули дети. Мы зашли в магазин очков. И вот примеряем. Я вот остановилась на таких. Они стоят 129 лир. И у них здесь такая акция. Если покупаешь две пары, то 40% скидки. Леша себе уже выбрал. Такой вот он стильный. И я вот смотрите, выбираю. Вот эти мне понравились. Прям понравились. Напишите в комментариях как. И еще я сравниваю вот с такими. Но мне кажется, что они мне маловаты. Вот прям видно, что маленькие. Поэтому, скорее всего, я беру вот эти. Вот. Ну что такие? Это турецкая какая-то фирма. Это другие? Эти тоже прикольно смотрятся. Это Болароид, что ли? Есть и Армани. Есть Ральфа Лаурен. Есть даже Гуччи. В общем, мы здесь застряли. Я вам хочу сказать. Сейчас выберем что-то, прикупим. Еще мне понравились вот эти. Но Леша мне не хочет их покупать. Ну что прикольные? Ребят, вот так называется магазин. Мы купили две пары очков. И нам еще дали в подарок средства для очистки стекол. Дома распаковочку сделаю, вам покажем. Еще дали гарантию. В общем, мы довольны покупкой. Если будете здесь, заходите. Ну что, мы отправились в бездну сладостей. Сейчас все здесь будем пробовать. Ну, по крайней мере, что-нибудь вкусное точно купим. Ну и запах здесь стоит. Здравствуйте. Аромат. Ух ты, смотрите, мне прямо в глаза сразу бросается. Что? Это лепестки роз. Куруш. Это для чая корица. Мелисса. И вот фасованные травки. Юпи. Местные чаи. Ой, сколько всего. Это приправы? Это приправы. Это анасан, смемак. И вот это, они для похудения. Для похудения? А, ясно. Орешки, семечки, тыквенные, простые, разные такие закуски. Готовые наборы приправы. Можно также их купить. Есть в таком формате. Есть такие. И мы тут же передвигаемся. Здесь разный рахат лукум. Какой только может быть. Кстати, с удовольствием дают пробовать. Вот так вот. Мы сейчас тоже это сделаем. Потом идет халва. И также здесь есть лавка с сухофруктами. Сейчас все попытаемся, что нам понравится, попробовать. Выберем и что-то приобретем. Здесь вообще, смотрите, сразу фасованный грецкий орех. Изюм. Курага. Ой, а вот это, я хочу вот это, Леша. Манго. Тут есть кокос. В общем, здесь чипсы из сухофруктов. Так, Леша, как обычно, пришел к Чурчхеле. Здесь с грецким орехом я сразу вижу и 34 вида. Ну, да. 32 тут полкило здесь. Надо же попробовать. Я попробую сейчас. Ты будешь? Орех вкусный. Вот это? Орех молезный. Это греб. Это вкусный. Прям свежий орех. Не горький. Прям прикольно. Все дают попробовать. Нас угостили зимним чаем. Там куркума, эвкалипт. Ну, в общем, много разных всяких. Он пахнет мятой. Прям пробивает меня насморк. Прям прошел. Ну, вот нос лечить. Да, сразу открываешь. Да, да. Сейчас будем пробовать. От простуды и гриппа. И прям горячий. От простуды и гриппа, он говорит. Самое то. Вот так вы сходили в торговом центре Alanyum. Пишите, как вам. В принципе, маленький магазин, но ассортимент хороший. Выбор тоже неплохой. Есть все необходимое. Если здесь были, тоже так же напишите в комментариях ваши впечатления. Но мы с вами прощаемся. Увидимся в следующих видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.